Всем привет, с вами выпускник, и сегодня новую выпуск программу мы можем посмотреть на игру Contra Force от Кана. Игра начинается с того, что перед нами стоит выбор между четырьмя героями, это Бенс, Иран, Смит и Борс. Я по привычке выбираю Борсин. Игра начинается, в порту мы сразу видим, что графика то в игре хороша. Естественно, на нас нападает сразу много противников, которые кидаются гранатами и стреляются за автоматов и пистолетов. Перед нами стоит какие-то фургоны, мы можем их взорвать и оттуда выпадают ящичек. Сразу расскажу, что ящики позволяют нам улучшать наше оружие. Оружие улучшается по степени, сколько ящиков такое оружие. Игра включает нас не только красивой графикой, но и шикарным музыкальным сопровождением. Музыкальное сопровождение сразу врезается вслух и запоминается на долгое время, потому что такому грех не забыть. Что касается сюжета, сюжет в этой игре просто нельзя. Нашему главному герою Борсу, он как раз является главным героем всей игры, звонят по телефону и сообщают, что... Один какой-то козел собрался разрушить весь мир и естественно мы должны спасти его. И нам будут помогать в этом его четыре друга. Три, три, да. Три Борса являются секретами. Ему будут помогать три друга. Это мужик с базукой. Ира. Борс. Мужик, не важно кто, с автоматом. Мужик с пистиком и мужик со снайперской бинтовкой. Вся эта четверка будет разрушать бандформирование главного злодея, который естественно кличется как козел главной игры. Но не об этом. Что же касается геймплея, то геймплей очень прост. Бежишь и стреляешь вперед. Мало того, что игра предпочитает стрелять вперед, но игра еще и хвалит то, чтобы ты действовал нестандартным путем. То есть, ты можешь приседать, ложиться, сидеть. Каждый круг обладает своими собственными возможностями. Борс может прыгать. Человек с базукой не отличается от человека со снайперкой. Ну, он вроде чуть-чуть поменьше бегает. Естественно, человек с пистиком умеет ложиться. Но мало того, что он не только умеет ложиться, он еще и хвалит несколькими суперспособностями. Там просто человек с пистиком. Отличается от всех, кто с пистиком водит все. Мало того, игра предпочитает быть просто политкорректной. И нам не дают убивать наших противников из-за широкими способами. Просто стреляешь и все. Естественно, эта игра нравится практически всем, кто в нее поиграл. Потому что такие игры, как она, заслуживают больше. Ну, если кто-то интересовался играми Dendy, то вам, наверное, уже известно, что на самом-то деле Contra Force это совсем не Contra Force. Это игра, которая была названа по-другому. Я не знаю точно названия, так что не буду брать. И просто так западному издателю эта игра понравилась. Нужно было придумать ей какое-то название. Вот и придумали разработчики, а точнее издательство Konami, название Contra, а точнее Contra Force. Игра вышла в 1992 году и собрала небольшой фурор среди видеоигр, а точнее игр на приставке NES. Естественно, в игре хорош не только графика, не только геймплей, не только звук, но и вся атмосфера игры. В игре все передается. Передается до малейшей частицы даже то, что наш главный герой является супер-качком. Он обладает отличнейшей пушкой, которая может помогать ему в различных ситуациях. Мало того, что игра заслужила высокие оценки среди игровых критиков, она еще и заслужила признание самих игроков. Об этой игре можно говорить много, можно говорить часами. Можно проходить ее по несколько раз, но все же, пора подвести итоги этой игры. А игра является достаточно хорошим, бодреньким экшеном, шутером с видом сбоку. И, наверное, это войдет игра в легенду NES-овских игр, в легенду вообще самой по себе Contra. Ведь Contra до сих пор создается в своей серии. Возможно, они и такие известные, как наша первая Contra, Contra 1. Ведь уже много вышло в свое время Contra на разных платформах. Жалко только, что все Contra являются эксклюзивами для консолей. И ПКшники никогда не смогут увидеть эту игру на своей платформе. Но все же, ждать и играть, играть в Contra очень интересно. Ведь Contra это великая серия. А Contra Force это великая игра, которая продолжает развиваться и продолжает эту серию до всех пор. Ну что, подведем итоги во время битвы с боссом. Игре за графику можно дать 5 из 10. Чуть-чуть, конечно. Игре за графику можно дать 8 из 10. За физику, вот за физику немножко можно дать и поменьше, 7 из 10. За музыку чистая десятка. За геймплей 8 из 10. Мы проиграли боссу, но это не страшно, ведь обзор уже закончен. А итог в игре можно дать твердую восьмерку. С вами был Вулфинг, программа Молодость. Играйте в старые игры. Подписывайтесь на мой канал. И любите, любите молодость. Это наше детство. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok